Я, Павел, сделал сослужителем. Благословите друг друга. Наслаждайтесь миром Божьим. Вы благовестник, спасающий эту эпоху. И давайте возьмем, унаследуем ту землю, которую Бог дал нам в наследие. Благословляю, чтобы все верующие нашей Церкви, как мы сегодня прославляли, до дня пришествия Иисуса Христа, чтобы мы держались не за что иное, но за крест Иисуса Христа. Этот крест действительно является той силой для меня. Каждый из нас, мы в действительности слабы. И действительно, только силой любви Божьей, силой прощения, силой, которую Бог дает, и та сила, которая исцеляет и укрепляет нас, мы можем действительно жить и быть теми людьми, которые дают жизнь также другим. Поэтому благословляю, чтобы сегодняшнее богослужение стало временем, когда вы сможете испытать силу Креста, силу Креста Иисуса Христа. И сегодня мы с вами читали места из Писания, и темой сегодняшнего слова является «Мир через кровь Его Креста». Та кровь, которую Иисус Христос Он пролил на кресте. И я благословляю, чтобы действительно в ваших семьях, в ваших взаимоотношениях с людьми действительно был мир, чтобы царствовал мир Божий через кровь Иисуса Христа. В Корее мы живем, и многие люди, даже христиане, они сталкиваются с такой проблемой, как идолопоклонство, потому что каждый раз, когда приходит чусок и сольная, это время, когда люди приносят определенные жертвы, то есть идет, можно сказать, как на нашем языке, на русском языке, это как обряд поминок, то есть идет поминание умерших людей, но это не просто даже поминание, это идет молитва к ним, то есть призыв духа умерших этих людей, чтобы дух этих людей не приносил какого-то вреда, но защищал семью, что в действительности является идолопоклонством, так как люди, они умершие люди, они не могут ни прийти, ни слышать, ни уйти, ничего не могут, потому что человек находится во сне, до дня пришествия Иисуса Христа. Поэтому, конечно же, это все использует дьявол, и это все приносит еще большую проблему в итоге в жизни людей. Поэтому, одна верующая в церкви, она молилась долго за евангелизацию, за то, чтобы спасение получили родственники, и семья мужа. Ее свекровь была там, интересная такая ситуация, когда ее свекровь была в таком состоянии тоже там и были немножко, и там и болезнью была определенная, что-то случилось, но в итоге, когда она слышала уже Евангелие, и когда она уже начала как бы верить в Бога, в Иисуса Христа, то для нее все еще, так как она уже знала, что ее невестка, она верующая, то есть для нее, когда она молилась, или когда общалась в отношении Иисуса Христа, тогда, когда спрашивали, кто этот Христос для вас, он говорит, это Господь моей невестки. Она честно тогда сказала, что это не ее Господь еще был, потому что она только начала верить, узнавать об Иисусе Христе. Ну, это такой интересный такой случай, конечно, был. Поэтому важно, чтобы для нас также Христос был не просто Господом, например, нашей невестки, или же моего сына, или моей дочери, или моего пастора, чтобы Христос действительно стал моим Господом. Поэтому кто является Христос для меня? Вот это важно. На прошлой неделе мы говорили о том, почему должно быть только Евангелие. И также еще на предыдущей неделе мы смотрели о том, что нам необходимо смотреть на все глазами Евангелия. А сегодня давайте подумаем о том, действительно, кто есть Иисус Христос для меня. Кто действительно этот Христос, о котором мы читаем в Библии, о котором мы слышим с кафедры, пастор проповедует о нем. Поэтому кто этот Христос для меня действительно? Потому что от этого зависит очень многое, даже практически все в принципе зависит от жизни. То есть просто Христос это тот, я знаю о нем, и может быть даже рядом с ним, но если действительно Христос не является Господом моей жизни, то действительно не будет совершенного действия, исцеления и силы в моей жизни. Даже мы посмотрим в отношении учеников Иисуса Христа. это кто были эти люди, которые стали апостолами? Это были люди из Галилеи, которые у них не было никакого такого светского бэграунда какого-то, то есть они не были какими-то людьми, у которых есть что-то, что помогает им быть, стоять в обществе. То есть это были люди, которые без силы, каких-то без влияния какого-то, либо люди, которые, может быть, не были успешными даже в своей жизни в чем-то. Поэтому вот такие люди были учениками Иисуса, и поэтому изначально, конечно же, о чем они думали? Как они смотрели на Иисуса? Они знали, видели, что Он как Учитель, как Пророк, и они еще не понимали о том, что Он действительно Христос. То есть они не понимали, что вообще означает Христос. Посмотрите, 16 глава, 21 стих, когда после того, как Петр исповедовал Иисуса, что «Ты Христос, Сын Бога Живого», и Иисус ему сказал «Это тебе Бог открыл, что Я Христос, не ты своим умом пришел». И мы это видим в следующих стихах, потому что смотрите, 21 стих сказано «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, быть убитому и в третий день воскреснуть». И что Петр тогда сказал? И отозвав его, Петр начал прикословить Ему «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с Тобою». То есть, что тогда Иисус ему сказал? Посмотрите, Он сказал ему «Отойди от Меня, Сатана». «Ты Мне соблазн, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но о том, что человеческое». Это правильно нужно понять. Это не означает, что Петр действительно был сатана, был дьяволом. Нет. Просто Иисус хотел ему сказать, что те мысли, которые ты думаешь, это не мысли Божьи. Те мысли, которые ты думаешь, это уже теперь тебе не Бог вложил эти мысли в голову. До этого, то, что ты говорил, это то, что тебе Бог дал эти мысли, тебе осознание. А сейчас то, что ты мыслишь, это уже не от Бога. Поэтому он ему дал понять, что... И дальше, конечно же, проповедовал именно Евангелие, чтобы он понял, что он узнал его не просто как Иисуса, а понял и узнал его как Христа. Потому что Христос — это действительно его миссия и предназначение Иисуса, а не просто как пророка кто-то еще. поэтому Сатана же всегда стремится на нас, чтобы мы упустили, стремиться действовать на нас, чтобы мы упустили это. Поэтому он сказал Иисус Петру, что ты думаешь не о том, что Божье, но о том, что человеческое. Потому что для Петра и учеников, которые в то время вокруг него были, что было для них таким важно в их жизни? Почему они следовали Иисуса? Они хотели в глубине своего сердца они хотели добиться успеха. Они хотели освободиться от этого образа жизни, каких-то, может быть, неудачников или от бедности. Но они, как и многие иудеи, даже на тот момент уже, они все-таки не понимали проблему первородного греха. Они не понимали, что они, во-первых, не знали эту проблему. И, конечно же, невозможно решить проблему первородного греха разделения с Богом. Также проблему, которая приходит из поколения в поколение, это то, что мы говорим, судьба, это различные проклятия, то есть человеческими усилиями это невозможно решить. И есть только один путь, есть только одно одна возможность для человека освободиться от власти судьбы, от власти ада и восстановить отношения с Богом по-настоящему. И этим путем является крест Иисуса Христа. Этим путем является Христос. Иисус Христос. Поэтому единственным путем для того, чтобы людей освободить от власти ада и для того, чтобы люди могли выйти из состояния, когда их фоном, когда их основой является не царство Божье, а в действительности власть ада. И чтобы стать действительно уже людьми Божьими, детьми Божьими, это только через Иисуса Христа возможно. И только через крест, только через смерть на кресте, потому что должна была пролиться кровь, искупительная кровь, должна была быть принесена плата за грех. Потому что если есть грех, то приходит возмездие за грех смерти. Это духовный закон, который должен совершиться. То есть есть преступление, есть наказание, есть какое-то преступление, есть как штраф, который должен быть уплочен, и тогда приходит очищение, тогда приходит освобождение. Поэтому Иисусу надлежало и нужно было быть распятым и умереть. Поэтому мы когда видим 26 глава 74 стих, там сказано, что мы видим дальше уже в отношении состояния Петра даже, мы что видим? что в отношении вообще состояния Петра это в принципе отображение нашего состояния также с вами. Мы видим, что Петр он отрекся даже от Иисуса. Почему он отрекся? Потому что он боялся то есть это как бы их духовное состояние на тот момент учеников. И в принципе это даже отчасти какое-то наше состояние. То есть когда приходит такое состояние, когда мы в мире находимся, когда мы вот этих всех то есть если нет духовной благодати, если нет духовной силы, то мы начинаем следовать нашим мыслям, начинаем следовать физическому, начинаем следовать душевному. и из-за этого могут приходить в результате такие проблемы, которые потом уже невозможно каким-то образом решить. Поэтому нам нужна что? Нам нужна благодать и нам нужно первое, нужно понимание действительно кто такой Христос. Нужно следовать за Христом. И тогда мы действительно сможем обрести силу. Но мы видим также, что когда Иисус, Он ведь не оставил их. Мы в своих мыслях мы можем оставлять Бога. Мы можем как бы фокусироваться на чем-то другом. Но мы видим, что не нужно обманываться, что «А, я Бог меня уже тоже оставил». Бог не оставляет. Посмотрите, Иисус, когда была Евангелия Танна, 20 глава, там 19-22 стихи, Иисус, Он пришел. Он пришел в дом, где прятались ученики, потому что они в страхе были. И что Он делал? Он стал их осуждать? Нет. Он стал их вдохновлять, не просто вдохновлять какие-то, а сказал им «Мир вам!» И Он после этого также проповедовал им, учил их о Царстве Божьем. Он учил их о том, что действительно такое Царство Божие. Это не просто то, куда мы пойдем после смерти. И что Царство Божие, это не просто физически восстановление Царства Израиля, то, о чем сейчас даже евреи думают о том, чтобы восстановить Царство Израиля, чтобы Израиль стал самой главной страной во всем мире физически. учил их Иисус действительно о том, что необходимо делать нам как христианам, каким образом нам жить. И вот в это время изменилось духовное состояние учеников. Изменились их взгляды на жизнь, изменились их интересы, мотивы. То есть, они поняли, что Христос действительно это жизнь. И поэтому мы видим после Деяния 1 главы 14 стих, когда они собрались все вместе, мы видим 2 глава Деяния 2 глава 36 стих. Что там сказано? Петр, он уже что делал? Итак, твердо зная весь дом Израилев, что Бог сделал Господом и Христом с его Иисуса, которого вы распяли. Мы видим, как Петр изменился. Он уже не убегал от книжников, фарисеев, от римлян, ни от кого не убегал. Как тогда, когда он отказался и отрекся от Иисуса Христа. Он уже действительно получил ответ жизни, и он уже не боялся ни гонений, ни смерти. Он проповедовал и провозглашал о том, что Иисус является Христом. Теперь ученики, которые были сломлены, которые были обескуражены, они собрались вместе. также, опять-таки, не своими силами Дух Святой сошел на них, потому что они после того, как Иисус вознесся, они собрались в горнице Марка, и они пребывали в слове и в молитве. И когда наполнились Духом Святым, они действительно тогда осознали, в чем тайна Евангелия заключается. Потом посмотрите также, что случилось дальше, Деяние 3 глава. Посмотрите, что было в отношении этого человека храмового, который был от чрева матери храмового, которого носили каждый день, сажали при дверях храма, которого видели все. И невозможно было решить эту проблему никак, потому что это проблема судьбы. И Петр, который уже понял Евангелие вместе с Иоаном, Мальшим, что они сказали? Они сказали, я ни золота, ни серебра нет у меня. Но что я имею? Не то, что я знаю. Я говорю, Петр говорил не об Иисусе, которого он знает просто своей головой, как это было тогда, а об Иисусе Христе, который есть уже жизнь, который живет внутри меня, в моем сердце. Поэтому Петр говорил уже, и поэтому произошло действие, поэтому произошло действительно действие силы, действие Бог тогда показал действительно знамение, что сила Иисуса Христа, что через имя Иисуса Христа приходит освобождение от власти ада, власти сатаны, от проклятий, которые переходят с поколения в поколение. Поэтому тут не смысл в том, что если какой-то хромой сейчас где-то есть, и он верует в Иисуса Христа, и он сразу же встанет на ноги. Здесь показан пример нам о том, что через Христа решается проблема судьбы человека, то, что невозможно решить ни деньгами, ни какими-то не наукой, ни чем другим. поэтому в моей жизни точно так же важно, чтобы мы приняли Христа, осознали, что означает Христос, чтобы мы действительно вошли во Христа, вошли в Евангелие и освободились от судьбы, в которой мы находимся, и чтобы мы действительно испытали, что Иисус Христос, Его силу, жизнь Иисуса Христа, но это все возможно когда? Когда мы действительно примем Его как своего Господа жизни, не просто как Спасителя, а как Господа жизни, когда мы доверим свою жизнь в руки Господа, когда мы скажем, Господь, я хочу следовать за Тобой, открой мне, куда мне идти, открой мне, где то место, которое Ты желаешь, чтобы я находился, и если то место, где я нахожусь, это то место, где я сейчас, что мне необходимо делать? Вот, чтобы мы не искали, не гнали за чем-то физическим, но искали духовного, потому что в тот момент, когда действительно происходит встреча с Иисусом Христом, то тьма уходит, сокрушается тьма, входит свет Христа, поэтому смерть, проклятие, судьба разрушаются, поэтому Хромой встал, и он начал ходить, и он начал бегать, радуясь, хваля, и после этого, что мы видим, после этого начались опять, конечно, гонения, но что мы видим в Деяниях 4 главе, уже Петр и Иоанн, они были арестованы, да, и им приказано было никогда больше не говорить об Иисусе Христе, но что Петр сказал? Петр тогда сказал еще большее, еще более удивительное, что он сказал тогда? Он уже это говорил не потому, что он такой смелый был, он уже смелый был, и смелость и дерзновение было во Христе, потому что уже силу он обретал от Бога, потому что многие, смотря на Иисуса, они, конечно, и даже Петр сам, он понимал, что в прошлом и ученики, и Он следовали за Ним, как за просто каким-то великим учителем, потому что они видели какие-то сверхъестественные действия, которые происходили, чудеса, которые происходили, поэтому думали, что Он великий, и они думали, что израильтяне, они выберут Иисуса Царем, но это все все это религия, это все тот и религиозный взгляд, это все не Евангелие, то есть для них, для Петра тогда тоже в то время, до того, как они осознали, до того, как Иисус был распят и воскрес, они не видели Иисуса как Христа, то есть для них Он не был Христом, хоть они и слышали, и видели, и ходили с Ним, но еще это не было. Петр, он был с Иисусом, но он не осознавал, что Иисус, это и есть тот Бог, Творец, Который, который, который действительно, который не просто, он не просто человек, не просто учитель или пророк, но он увидел воскресенье, и он убедился в том, что Иисус по-настоящему Христос, и он увидел действительно ценность Евангелия, и он понял, что такое вообще действительно Евангелие, и что означает Христос. И этот Христос, Он стал уже Его Христом. Поэтому я надеюсь, что сегодня тоже станет это этим днем, когда Христос станет вашим Христом, когда Христос станет вашим Господом. Потому что через Иисуса Христа мы можем действительно получить освобождение от всего того прошлого духовного бэкграунда. И через Иисуса Христа мы можем переосмыслить наше прошлое, переосмыслить наши взаимоотношения. Мы сможем действительно прийти к новой жизни. Поэтому в отношении этого нам очень важно увидеть естественность Иисуса Христа и естественность Креста Иисуса Христа. Потому что мы часто слышали, возможно, даже в детстве мы, кто особенно в странах христианских, даже если это религия просто, то мы слышали слово Крест, мы видим возможно даже этот Крест. И в отношении Христа также это слово на слуху. Поэтому мы спрашивая наших детей, мы можем также, особенно дети, которые сейчас в церкви, мы можем говорить, где Иисус? И они просто могут сказать, да, в сердце, потому что они показать в сердце. Но это возможно просто не то, что они действительно знают, как сказать, это просто то, что знают они, не то, что они действительно по-настоящему еще испытали. И недавно я смотрел YouTube видео с родителями. Этот ребенок 6 лет и есть послание, такой путь спасения. То есть это когда мы говорим о том, что изначально как Бог сотворил мир, потом какая проблема пришла и о том, кто является Христос и как уже в моей жизни работает это все. И этот ребенок, он это все написал, рассказал, объяснил, но что важно, конечно же, это то, что является знаниями, то есть это знания ребенка, потому что можно это выучить, конечно, можно это запомнить, но очень важно, чтобы это не просто были знания, но чтобы я через это Евангелие мог смотреть на себя, на других людей, на свою жизнь, на обстоятельства, чтобы это не просто было знание, а чтобы это действительно стало моим, чтобы я мог видеть проблемы, видеть людей, видеть свое прошлое, видеть свои раны даже через Евангелие, все интерпретировать по-новому, через Евангелие, потому что на словах мы знаем, как бы, да, Иисус есть Христос, ну да, Он решил все мои проблемы на кресте, но это все как бы еще как поверхностные такие знания очень часто для нас, потому что мы просто это слышим постоянно и мы это повторяем, но действительно ли это внутри меня находится, действительно ли это Евангелие является моей силой, действительно ли я посмотрел на свое прошлое через призму Евангелия, действительно ли я увидел, что Бог, Он и тогда был со мной, переосмыслил ли я обстоятельства моей жизни и выявил ли я свою миссию через эти все, стало ли мое прошлое основанием для меня в моей жизни. И в Библии показано, что происходит, если смотреть на прошлое свое через призму Евангелия. В Библии показаны примеры людей, которые действительно переосмыслили свою жизнь через Евангелие и это прошлое стало не основанием для проклятия, для разделения, для разрушения, не основанием для осуждения и для погибели. Это прошлое стало основанием для того, чтобы стать источником благословения для людей. И одним из таких примеров является Иосиф. Посмотрите, после того, как его продали в рабство, он пробыл еще 13 лет в рабстве. После этого он оказался еще в тюрьме, будучи оклеветанным. И какие бы усилия он бы не прилагал, этого невозможно было изменить. И, наверное, в обычном, обычные люди, то есть мы с вами даже, скорее всего, будучи в таком состоянии, то мы бы, наверное, у нас бы было какое-то психическое расстройство, очень серьезные психические проблемы, которые могли бы привести даже к самоубийству. потому что вся эта боль, эти все раны, то, что его братья не любили, даже избили, продали в рабство. То есть это была бы какая-то ненависть и желание отомстить или там желание что-то там доказать. Но мы видим, что Иосиф вот эту боль, раны и беспокойство, которые были у него, он испытал. Благодаря Евангелию он переосмыслил это. Он увидел своих братьев глазами Евангелия и с точки зрения проповедования, евангелизации мира, того завета, который Бог дал ему. Поэтому что он сказал тогда братьям своим? Что это не вы продали меня, это Бог послал меня впереди вас для того, чтобы сохранить ваши жизни. Потому что он-то понимал, он знал этот завет, что Бог дал Авраму, он сказал, что через тебя я произведу великий народ. и этот народ станет источником благословения для всех народов земли, потому что через семя твоего придет Мессия придет Спаситель. Поэтому Иосиф понял, что Божий вместе с ним, Бог вместе с ним, Бог не оставил его. И если это случилось, это означает, таким образом Бог допустил это, потому что необходимо это. Это нужно было, ему нужно было оказаться в Египте, потому что если бы он не оказался в Египте и не прошел через этот путь, то его бы братья, они бы, семья его, погибли бы от голода. И в мире были бы большие проблемы. А он понял, что Бог привел его на это место для того, чтобы спасти, сохранить израильский народ на тот момент. И для того, чтобы передать благую весть и фараону, и другим людям. потому что все приходили тогда в Египет получить хлеб, и это была возможность передавать Слово Божье. То есть он это осознал. Он посмотрел на это. Поэтому мы с вами также, смотря на наше прошлое, посмотрите это через призму Евангелия. Посмотрите, какой скрытый Божий план есть через все те обстоятельства, которые случились в вашей жизни. Поэтому не смотрите через призму Закона. Посмотрите через призму Евангелия. И пусть ваша вера будет не религиозной, а верой, не верой в Иисуса как в человека, но верой в Иисуса как Христа. И Павел, посмотрите на Павла, как он смотрел на Иисуса, который был распят на кресте. Он смотрел это как на того человека, который был проклят. И крест это было по закону израильскому, да, это было то, что ничего, как бы сказать, это самая позорная, презираемая смерть. Но первое же исповедание, которое Петр когда сделал, когда он осознал силу Креста, когда он осознал, кто является действительно Иисус, он сказал, что ибо слово о кресте для погибающих есть юродство, безумие, а для нас, спасаемых, это сила Божья. И посмотрите также в Галатам 6 глава 14 стих, что Петр говорит, что Павел уже говорит, я не желаю хвалиться ничем, кроме как креста Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. посмотрите, Петр Павел когда уже осознал, что такое действительно этот крест, он сказал, что я не желаю ничем хвалиться, кроме как этим крестом Иисуса Христа, потому что он осознал, что его грехи возложены на Иисус Христа. Посмотрите, к Холоссянам, что мы читали, 1 глава, 22 стих, сказано, что ныне примирил в теле плоти его смертью его, чтобы предоставить нас святыми непорочными неповинными пред собою. То есть, благодаря смерти Иисуса Христа на кресте мой первородный грех был решен. Я обрел жизнь и перешел от смерти в жизнь. Поэтому, осознав это, Павел понял, что нечем хвалиться, кроме как креста Иисуса Христа. И что чем больше я понимаю Евангелие, тем больше я могу быть благодарен Богу. Потому что благодаря тому, что Иисус Христос был распят, мои грехи были решены. Поэтому, чем больше мы понимаем это, тем больше мы благодарны. Потому что решена была проблема первородного греха, Бытие 3 главы. Павел осознал, что это я должен был страдать и погибнуть в итоге. Но Иисус взял на себя мои грехи и мне дана Божья благодать. И поэтому дальше Павел писал также, что тот, кто в Христе новое творение и что мы уже родились свыше, как дети Божьи. Мы уже, понимаете, через Иисуса Христа мы первое получаем освобождение от власти ада. Нам прощены грехи и первородный грех, и наши грехи. И это не просто мы нам надо сейчас теперь дальше продолжать, очистились и дальше продолжать жить, борясь с этим всем. Мы уже возрождены духовно. Мы новые творения во Христе Иисусе. Мы, рожденные свыше, как дети Божьи, потому что верующим во имя Его Бог дал власть быть чадами Божьими, которые уже освобождены от участи греха, смерти и проклятий. Поэтому нам нужно наслаждаться Евангелием, силой Евангелия. Вот это есть сила Евангелия. Мне не нужно уже что-то доказывать Богу. Не нужно переживать, что я из-за моих грехов попаду в ад. Нет, уже совершенным образом решена проблема греха. В этом уникальность Евангелия. Иисус стал этим истинным путем. И на кресте уже все совершилось. На кресте все уже совершилось. Посмотрите, Евангелие от Иоанна, 19 глава, 30 стихе сказано, что Иисус уже совершилось. Он пришел, чтобы это совершить, миссию эту. И посмотрите, евреям также, что сказано на 9 главе 28 стихе. В 26-28 стихе там сказано, что Ему надлежало пострадать, и Он пришел для того, чтобы стать жертвой за грех. И Христос, который принес себя в жертву, чтобы взять на Себя грехи многих, Он уже придет во второй раз не для того, чтобы очистить нас от греха опять, но что Он уже нас очистил от греха. А для того, чтобы нас уже забрать, тех, которые ожидают спасения, это не означает, что наше спасение еще не, у нас мы не спасены еще, нет. Это означает уже, чтобы совершить это совершенным образом спасение, для того, чтобы нам дать уже новое тело, для того, чтобы ввести нас уже в совершенное вечное Царство Бога. Потому что мы сейчас еще находимся на земле, которое не является Царством Божьим. Поэтому мы молимся, чтобы Царство Божье сошла на эту землю. Посмотрите, еще как подтверждение. У нас нет уже осуждения никакого во Христе Иисусе. Посмотрите, римлянам 8 глава 2 стих, что нет никакого осуждения для тех, кто во Христе Иисусе живет по духу, не по плоти. Мы с вами уже освобождены от закона, греха и смерти. И римлянам также 5 глава 6 стих. Посмотрите, внимательно, то есть не обманывайтесь, не думайте, выживите религиозным пониманием жизни. Христос, когда мы еще были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Сказано, что Бог нам любовь свою доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Сейчас мы не грешники. Не потому что мы не грешим. Мы не грешники, потому что наши грехи взял на себя Христос. Мы праведны не потому что мы своими делами праведны. Мы праведны, потому что мы оправданы кровью Его и спасены от гнева Божьего. Мы, будучи врагами, примирились, уже примирились с Богом, смертью Сына Его. Поэтому, примирившись, спасаемся с жизнью Его. Поэтому, внимательно будьте к Писанию. Будьте внимательны к тому, что написано в Библии. Божья любовь к нам. Доказательство этой любви — это то, что Христос пришел и умер на кресте. И мы стали уже чадами Божьими. Мы были врагами, но мы стали уже... Мы были врагами. Почему? Потому что через Адама. Адам оставил Бога. Он был обманут дьяволом. Грехопал. Пришла смерть через грех. И для таких людей, которых были в этом грехе, в смерти, пришел Христос, был распят. Потому что мы грешники не потому, что мы согрешаем. Мы становимся грешниками не потому, что мы согрешили. Мы грешим, потому что мы грешники. Поймите этот принцип. Мы согрешаем, потому что мы грешники. Грешники — это не означает в глубине понимания Библии. Грешник — это не тот, кто делает грехи. Это тот, кто в состоянии греха находится. То есть мы рождены в состоянии разделения с Богом. И поэтому мы грешники. Грешник — это тот, который живет в состоянии разделения с Богом, который не верит в Иисуса Христа, который не во Христе, не христианин. А тот, который уже принял Иисуса Христа, уже христианин, уже оправдан, уже святой Божий. И да, мы еще можем согрешать, но что сказано? Придите и очистите. Исповедуйте ваш грех, он будет очищен. Исповедуйте перед Богом, Богу, не перед людьми. Христос, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Он от вечности тот же. Мы верим в Иисуса Христа. И Иисус Христос не тот, который тогда умер, и все. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Поэтому нам важно наслаждаться этим спасением каждый день. Мы согрешили, что-то случилось, и мы видим, что это грех. Это не то, что действительно хорошо Богу. Поэтому мы приходим к Богу, Бог, очисти меня и благослови, чтобы... Очисти это что означает? Чтобы то, что меня толкает на этот грех, Бог допускает это, чтобы мы увидели, что что-то внутри меня еще есть, потому что я уже рожденный свыше, и изнутри в меня начинается возрождение... Я как бы преображаюсь в образ Божий. Мы родились физически, но мы, приняв Иисуса Христа, родились уже духовно. То есть изнутри, из Духа начинается восстановление, возрождение нас, как чад Божих, детей Божих. Исцеление нашей души. Тьма постепенно уходит из нас. Все то, что внутри нас есть, свет Божий проникает во все уголочки нашей души. И мы находим, что, а, вот что толкает меня на этот грех, вот что еще... Почему я еще что-то не наслаждаюсь Богом, почему я еще осуждаю людей, или почему у меня еще что-то не получается. Это я выявляю, и я прихожу к Богу с благодарностью, что спасибо, что Ты умер за меня на кресте, Господь. И благослови, очисти меня, помоги мне наслаждаться этим спасением во Христе. Помоги мне наслаждаться тем, что Ты пребываешь вместе со мной, несмотря на то, что я такой еще немощный, или несмотря на то, что я еще... Даже совершаю вот эти вот проступки, грехи, что меня еще где-то влечет что-то физическое. Как блудный сын, который ушел, протратил все имение, он пришел, не осуждал его отец, он сказал, «Иди ко мне, сын мой». И он дал ему одежды, омыл его, дал ему одежды, дал ему перстень, дал ему, восстановил ему эту власть. Поэтому Бог желает, чтобы мы точно так же, не один раз даже, а каждый раз, даже если еще раз ошибаемся, приходили, и Он каждый раз нас омывает. Поэтому наслаждаться нужно этим благословением, что Бог есть нашим Отцом. Наслаждаться этим благословением каждый день. Не думайте, что, «А, я опять оступился, все, Бог покинул меня, Дух Святой уже не со мной». Нет, такого не может быть. Приходите, и Он на вас очистит, чтобы вы... Субтитры создавал DimaTorzok